В прошлом году, как только АвтоВАЗ после введения антироссийских санкций перестал получать импортную электронику, из оснащения обеих НИФ исчезла антиблокировочная система тормозов, а двигатели стали отвечать лишь эко-нормам Евро-2. Но вот спустя полтора года сработало пресловутое импортозамещение. Российская «Ителма» начала выпуск своих электронных блоков, так что машины снова оснащаются АБС, а моторы опять соответствуют пятому экологическому классу. В топовых комплектациях Нивы Тревел вдобавок появились круиз-контроль, ограничитель скорости, бортовой компьютер, двухцветные колёсные диски и панель приборов нового образца. Если верить соцсетям, то такие внедороженьки уже можно купить. Нива Легенда в улучшенной версии стоит чуть больше 900 тысяч рублей, а Нива Тревел — на 300 тысяч дороже. Между тем, последние тиражи обеих Нив оказались далеки от идеала. Во всяком случае, АвтоВАЗ объявил сразу несколько сервисных компаний, в рамках которых дилеры марки будут исправлять огрехи, допущенные при сборке машин. Как сообщает портал LADA Online, механикам дилерских центров будет необходимо проверить подушки штанги стабилизатора, которые могут выпадать, после чего владельцы машин начинают жаловаться на посторонние звуки. Также за Нивами были замечены течи моторного масла. Причина — вне герметичности по завальцовке маслозаливной горловины. Так что, если специалисты заметят следы смазки, им придётся заменить крышку головки блока цилиндров. Кроме того, в ходе эксплуатации внедорожников некоторые владельцы жаловались на неустойчивую работу двигателя. Это должно решиться после обновления софта блока управления мотором. У Нивы Тревел отдельно зафиксированы загадочные щелчки при движении вперёд-назад при вывернутых колёсах. В этом случае сервисмены проведут диагностику, проверив момент затяжки гайки крепления нижнего рычага передней подвески. Все перечисленные проблемы Автоваз обещает решить, как только машина приедет на дилерский сервис. Например, для прохождения очередного ТО. У Лады Весты тоже обнаружен дефект, который пока, впрочем, не признан Автовазом. В самой дорогой комплектации техно обновлённая Веста оснащается не аналоговыми шкалами, а экраном, на который выводятся показания. Уже зафиксировано несколько случаев, когда устройство начинало перезагружаться прямо во время движения. А как это устранить, пока не ясно. Во всяком случае, дилеры никаких толковых предписаний не получали.